Дорогие приятные, давайте начинаем. Вторую встречу, пожалуйста. Располагайтесь в оборудовании. У нас рекламе всего час, один час. Располагайтесь в оборудовании. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Как сохранить равновесие Получается иногда ДимаTorzok Я говорю на своем Respect Это очень серьезная проблема, то есть нужно обязательно, если вы хотите получить совершенство в результате своего служения, то служение очень удивительное, замечательное служение. Как вас зовут? Я хотел бы попросить всех преданных, когда вы говорите, представляете, хорошо? То есть принцип такой, что перед деятельностью, деятельность преданных, она всегда должна, мы это обсуждали, возникать из сатсанги. То есть нельзя позволять преданному служению исходить просто из шрадхи. Вот мы преданные, и вот мы вместе что-то делаем, потому что это здорово. Провести намахату для Кришны, провести фестиваль для Кришны, провести там Харинаму и так далее. То есть служение, которое мы совершаем, оно должно возникать из видения, которое появляется в санге. То есть в санге появляется вдохновение. И в санге появляется разум, с помощью которого мы можем выполнять служение наилучшего образца. Поэтому Кришна говорит, то есть этот разум, он возникает, то есть благодаря тому, что преданных общаются вместе, находятся в сатсанге. И вот это секрет преданного служения, потому что когда мы совершаем преданное служение без сатсанги, когда недостаточно сатсанги, то преданное служение, оно приводит к чувству опустошенности, усталости какой-то. То есть человек совершает служение, но в результате он в разобранном состоянии, понимаете, он зарезает рану, потом несколько месяцев. Так это как раз результат дефицита сатсанги, потому что сатсанга, она делает наше преданное служение, как бы она его уполномачивает внутренней энергией. То есть преданное служение становится естественным, спонтанным, и оно не приводит к усталости человека. А если сатсанги не было перед служением, то появляется вот это вот чувство, что у тебя как бы выжили, выжили, составил выжитость. Поэтому обязательно, и особенно если это касается каких-то серьезных проектов, там, длительных проектов, нужно очень глубоко все прорабатывать, чтобы такое было чувство, как будто вы понимаете, как будто вы с полусловом. Это очень хорошо. То есть преданное совершает совместное служение, это идеально, но теперь нужно просто, чтобы обязательно позаботиться о полноценной сангелии в этом служении. Тогда это будет совершенствовать. Как раз недавно, я вам что-то так говорил, я ездил в соседний город, там, в Кемении, и преданные поделились, что в обнове сооружения всегда лежит сатсанга, сатсанга. Но потом, что произошло, они стали буксовать. Проектов очень много, а общения нет, и они стали строить отношения, смотреть на друга только через ложняк, через ложное эго. И у них начались конфликты, непонимание, что они делать должны, зачем они это должны делать. Никакого вдохновения, энтузиазма, ничего нет такого. И мы стали говорить об этом, и они поделились тем, что отношений-то нет вообще никаких. Нет основы для того, чтобы продолжать вместе что-то делать. Просто за счет установки какой-то вы должны проект какой-то сделать. Не работать, никому ничего не хочется. Именно потому, что нет вот этого сокровенного общения. А раньше, мне смс-ку потом одному а также сбросил после этого разговора, а раньше мы могли делиться друг с другом, говорить о каких-то впечатлениях, о реализациях, о опыте, о тревогах даже каких-то, открывать сердце. И это работало, мы могли общаться и делать что-то. Это вечная деятельность преданного. То есть, понимаете, даже в духовном мире. Смотрите, в духовном мире, в мире совершенства, преданное занимается преданным служением в результате соотца. Преданные, освобожденные души. Понимаете? То есть душа, находящаяся в духовном мире, находится в освобожденном состоянии. То есть это право. И для того, чтобы совершать преданное служение, она должна вступить в сангу с преданными. Почему? Потому что преданное служение совершается под покровительством внутренней энергии Господа. Не просто брамана. Брамана недостаточно. Даже самоосознание недостаточно, чтобы заниматься преданным служением. Преданное служение, оно возникает в результате внутренней энергии. Эта внутренняя энергия, она может действовать как в сфере брамана, так и в сфере материи. То есть в материальном мире. Поэтому, когда преданные совершают сангу здесь, в материальном мире, они делают это не потому, что они обусловленные души. Им нужно общаться, чтобы как бы очиститься от мая. Нет. Это происходит даже в духовном мире. Поэтому преданные должны понять, никакого другого способа уполномачивания на преданного служения, кроме сатсанги, не существует в принципе. Это просто имперсонализм нас подталкивает в понимание, что преданное служение осуществляется индивидуально. Индивидуально оно не осуществляется. Оно осуществляется коррективно. Духовный учитель, когда мы говорим, вот преданное служение дается духовному учителю, ну извините меня, это тоже может быть имперсонализмом. Потому что, когда вы наступаете во взаимоотношения с духовным учителем, то смысл заключается в том, что это уже коллектив. Ученик и учитель, это уже коллектив. Смысл не в том, что Гур вам что-то говорит, и вы механически это исполняете. Смысл заключается в том, что вы обсуждаете с духовным учителем преданное служение. Именно это уполномачивает ученика. И уполномачивает учителя на то, чтобы давать правильные советы. Если учитель не находится в санге с учеником, то откуда он возьмет разум, чтобы дать ученику правильный совет? И принцип же тот же самый, да даме будхи йогам там. Поэтому, если учитель не общается со своим учеником, как он поймет, чем он ему поможет в духовной жизни? А если ученик не общается со своим учителем, то как он поймет, откуда у него видение возьмет, зачем заниматься в преданном служении? Просто потому, что ему Гуру что-то сказал? Гуру может сказать все, что угодно, но если это не является порождением санги с учителем, то есть отношений, его слова будут восприниматься нами либо фанатично, либо, ну как-то, то есть в любом случае это будет внешнее восприятие. Можно добавить? Просто вот то, что Вы говорите, недавно подтвердил наш духовный учитель, мы были на Даршине, и он говорил как раз о том, что многие ученики воспринимают Гуру на уровне тела просто, что он мой психолог личный, или он мой, ну какой-то вот такой вот материальный покровитель, потому что многие преданные недополучили где-то любви в детстве, там и так далее, они пытаются через Гуру это компенсировать, но духовный учитель ждет именно обсуждения преданного служения, он говорит, я жду, пока со мной мои ученики начнут обсуждать преданное служение вместе, и тогда я смогу давать им Кришну, а так я трачу время на то, чтобы быть их психологом, а о самом главном мы не успеваем поговорить. да, вы правы, это принципиальный вопрос, преданные так до сих пор не научились видеть в Гуру Вайшнаву, это поразительная вещь, они видят в Гуру все что угодно, кроме как ученика или Вайшнаву, то есть они приходят для того, чтобы получить благословение, я замечаю поразительную реакцию, когда преданные приходят, и просят благословение, пожалуйста, благословите, ты говоришь человеку что-то хорошее, ну просто хорошее от души ему говоришь, и он счастлив, ему больше ничего тебе не надо, он уходит полностью доволен, как если бы он уже в духовном мире как бы оказался, а ты просто ему сказал ну какие-то хорошие слова от сердца, то есть он, то есть человеку нуждается просто вот в каком-то покровительстве, это полностью, стопроцентная бессознательная позиция, детская позиция, то есть ребенок, он получает какие-то, ну там, пищу из рук, матерью, он его гладит по головке, он счастлив, он засыпает, он больше ничего не может, какова это реальность, да. Прокомментируйте, пожалуйста, такую ситуацию, я думаю, что некоторые преданные, ну маты же, например, они более склонны вступать в общение, ну и для них это легче, а если люди там интровертной природы, они считают, что у них, ну самодостаточное некое такое состояние, ну получается, что они будут ущербны в смысле получения ни в коем случае, с отцом мы не имеем отношения к тому экстраверт, человек и интроверт, дело в том, что интроверсия и экстраверсия являются способом ухода от сути, знаете, такие болтливые люди, которые такие, вроде бы, общительные, внешне, они такие, всегда в обществе, они всегда на виду, эти люди просто пытаются уйти от себя, точно так же, как интроверты, которые копаются там где-то в своих потрохах, там в психологии, какой-то, они тоже, у них тоже проблемы, то есть это все проблемы, связанные с несостоятельностью самой личности, то есть человек не осознает себя как Браман, он не осознает свое совершенство, не осознает свою духовную природу, поэтому он пытается компенсировать это, либо как экстраверт в обществе, растворившись, либо он пытается компенсировать это через такое уединение, какое-то отстранение от всего, то есть он снимает с себя ответственность, это все проявление слабости, духовной слабости, интроверсии, экстраверсии, поэтому санга означает, что мы принимаем ответственность за общество, за мир, в котором мы живем, за мир Кришны, мы принимаем ответственность, и мы обсуждаем с людьми, с преданными, как бы, эту ответственность, это означает санга, то есть санга всегда проходит в сознании Кришны, то есть предметом ее являюсь не я, и не человек, с которым я общаюсь, а предметом санги является то, что нас связывает, а именно Кришна, поэтому это трансцендентно, как экстраверсии, так и интроверсии, это доступно для любого человека, вот, ну то есть, такая вот вещь, нельзя думать, что экстраверты, они более пригодны для санги, или там женщины, вот они больше санги, то есть женщинам нравится поговорить, это факт, но нормально? Мы живем в христианской стране, преимущественно, и нельзя это не учитывать, особенно в проповеди, приходят люди с христианским каким-то багажом, и мы этого уважаем, и даже говорим, что очень хорошо, что какие-то есть знания, понимания в отношении Бога. И встречаются такие моменты, когда христиане, они начинают немножко, как бы, навязывать вот это свое. Вот, я знаю, что кришнариты, все религию уважают, любят и ценят в целом. А когда идет навязывание со стороны христиан, особенно в отношении очень высокой личности Иисуса Христа, и вот вопрос такой, пожалуйста, если можно, скажите свое отношение. Как нам лучше поступать в проповеди в отношении Иисуса Христа? Как мы должны относиться наиболее оптимально, может быть, наиболее благотворно в этом смысле, чтобы побольше было дружбы со всеми живыми существами? Я могу, это большой очень вопрос, то есть там многоплановые, там есть разные опыты, у каждого свой опыт в отношении с христианами. Вот, я могу просто сказать о том, что я, как бы, наиболее послание в отношении христиан, как бы, моя позиция, да, то есть она заключается в том, что мы, ваишнавы, мы являемся также и христианами, в том смысле, что, чтобы упадывалось, что Христос наш гуру, мы принимаем его наставление, мы это делаем, и более того, я христианам говорю и такую вещь, но это мое, я просто, ну, по-своему, то есть не надо имитировать, копировать. Я, когда общаюсь с христианами, я часто им говорю, что непонятно еще, кто христианин. Почему? Потому что Христос пришел для того, чтобы призвать к Отцу Его. То есть Христос не к себе звал, а к Отцу, к Небесному. И я говорю христианам, что вот вы христиане, это замечательно, мы уважаем христианство, но также при этом мы видим, что многие христиане не интересуются Отцом. То есть Сын их привлекает, потому что Он спасает, а вот кому Он зовет, их не интересует. Поэтому, с моей точки зрения, быть христианином значит интересоваться тем, чем интересовался Христос. То есть быть преданным тому, чему призывал Христос, быть преданным Отцу. И сознание Кришна означает преданность Отцу. Поэтому в этом смысле, ну, мы как бы, у меня нет ни малейших сомнений, что то, что мы делаем, Христу нравится. То есть Он, ну, как бы ради этого приходил. Когда я такие вещи говорю христианам, то как, ну, чаще всего они проникаются уважением к этому. Вот мы вот эти вещи говорили. Ну, у них есть, прошу прощения, у них есть три единства, Святой Дух, Сын и Отец. И вот, как бы, Иисус Христос, Он представитель этих, этого три единия, да, три единия. Три в одном. Ну, поэтому они так вот, как бы, кроют карту, тут он кроется. Не, ну, какой тут туз, то есть, никакого туза здесь нет. Есть Троица, понимаете? Поэтому значит, что есть Сын, Отец и Святой Дух. То есть, Отец и Сын, это не одно и то же. Иначе не было бы Троицы. Ну, они говорят, что в Иисусе Христе все это в одном лице. Все в одном флаконе. Так говорят. Все понятно, но есть же Святой Дух. Вы признаете, что Он есть? Есть Отец. Вы же читаете, Отче Наши. Это обращение к кому? К сыну или к отцу? К отцу обращение, правильно? Поэтому не надо говорить, что здесь все, так сказать, есть, конечно, это все одно взаимосвязано, но при этом есть и различия. Поэтому, если вас не интересует Святой Дух и Отец, есть только Сын, это означает, что вы отказываетесь, ну, как бы, отказываетесь от Троицы как таковой. Ну, ладно, это дискуссия, не нужно погружаться в эти вещи, просто смысл. Вы сказали, как бы, и все. И человеку сразу будет понятно, он будет, он может не согласиться, но он будет думать об этом, то есть, вот мы сегодня об этом говорили, то есть, человек это западет. Не надо додавливать, настаивать. Просто сказали, человек не согласился, может сказать, ну, хорошо, вот, пусть будет так, как ты хочешь. Человек не сможет этого забыть. Ну, хорошо, на тебе. Он же христианин. Спасибо. Да. Вопрос. Вот к разговору вченашнего, на сегодняшнем, о возрастлении о возрастлении, о возрастлении. Какова роль женщины, то есть, она видит мужчина, что он, не остается в возрастлении. То есть, как она может, она же должна, она вообще-то делать, как с ним себя, с элитами, с элитами. Ну, смотрите, мне не очень, как бы, не очень близки вот такие разговоры, именно в сфере разделения на мужчин и женщин. То есть, я когда об этом говорю, то я имею в виду совсем другую вещь, что у предного должно быть уважение к природе. То есть, есть природа мужская и женская, да, и предный, он испытывает уважение к природе Господа, поэтому он учитывает различия, естественные. Женщина должна понимать, что для мужчины очень важна, очень важен момент поддержки с ее стороны. То есть, она не может его изменить, потому что мужчина, в принципе, он существовал в большей или меньшей степени самодостаточный. То есть, он даже может, если он всякой ерундой занимается, все равно он будет ерундой заниматься, пока не решит делать что-нибудь другое. Женщина, она может его, как бы, ну, может его попытаться как-то вдохновить на что-то иное, но изменить она его не может. И признание этого простого факта является уважением к природе мужской. Если женщина уважает мужскую природу, то мужчина будет, соответственно, иметь склонность также и, как бы, отвечать взаимностью. Поэтому, что требуется от матаджа в отношении с другой стороной, как бы, мужской стороной природы, то, что нужно уважать и давать понять, что есть прогресс. Если даже он незначительный, все равно нужно давать понять, что этот прогресс есть, что вы его видите, потому что это дает кислород, ну, дает, помогает мужчине, в принципе, это помогает. Это никакая не психология, это не игра, так сказать, не тактика какая-то, это просто уважение, элементарное уважение. В основе отношений всегда лежит уважение. Соответственно, мужчина должен уважать женщину, то есть он должен видеть, что у него есть определенные потребности, как бы, эмоциональные потребности, материальные потребности и так далее. Он не должен считать, что это просто мая, это его сфера ответственности. Это тоже называется уважение. Если он считает, что женщина, как бы, она его не уважает, и она там слишком много от него требует, то это проявление его собственной слабостью, необразованностью духовных вопросов. Поэтому здесь все решает именно момент уважения к природе Господа, к природе Господа. Эти вещи очень трудно объяснять. Почему? Потому что они объясняются самой культурой. Понимаете, у нас культура разрушена. И мы здесь сидим и теоретизируем. Но эти вещи, они постигаются вот на уровне примера, на уровне очара, на уровне эмоционального. Вот вы видите, да, как женщина, допустим, она себя видит. Скажем, если вы приедете в Индию, будете внимательно наблюдать. В Индии, конечно, сейчас развращение вот это западное тоже присутствует. Но вы обратите внимание на женщин. Как они себя ведут. То есть они очень отличаются от того, как здесь. Я вот сейчас ездил по восточному, по каким-то республикам, там смотрел тоже как все. То есть наблюдал за природой. И я видел, что женщины не делают ничего прямо. То есть они, видно, что они, ну у них тоже есть желание, у них тоже есть какие-то потребности, но они, они как бы не, ну нет вот этого прямого, так сказать, какого-то. У мужчины такая психология, что когда на него давят, на него лезут с какими-то вещами, он начинает уходить в раковину. Это, конечно, слабость. Но, с другой стороны, это объективная, просто природа мужская такая. То есть мужчине нужно, ему хочется, чтобы он был, ну как бы чувствовал себя главным там, ну чтобы он что-то решает и так далее. У него есть эта ответственность, у него есть и полномочия. И женщина должна им способствовать этому этим вещам. Я говорю какие-то общеизвестные вещи, ничего особенного, но это не, это не теория, это ценности, это система ценностей, которую нужно усваивать на практике. Вот. Никакой проблемы я не вижу с этим. Единственная проблема, которую я реально вижу у нас, вот, которая сказывается на семейной жизни, у нас общиной жизни преданной, это слабость ученической позиции. Вот это реальная проблема, которую я вижу и о которой говорю с преданной. А все остальное, какая ты женщина, там такая, сякая, какой-то мужчина, это все, это все, это все, ну, это все приложится. Если мы готовы учиться, если мы понимаем, что это такое, изучаем этот вопрос. А если мы не готовы учиться, то тогда упираемся в свою культуру. Культура у нас, извините, вот она разрушена. Да. Можно Вас попросить прокомментировать, вот, какое явление, как развод в отношении лидеров. То есть, когда у лидера случается развод, это в глазах общества может дисквалифицировать. и это становится предметом, ну, каких-то пересудов, сплетен и так далее. То есть, он как бы в глазах многих людей теряет квалификацию лидера. И как, как, как было бы правильно к этому относиться? Потому что все равно избежать оценок не получается. Если человек развелся, он должен понять, что вместе с разводом он принимает также некое, он становится изгоем на какое-то время в обществе. То есть, развод с женой или с мужем означает, что ты становишься изгоем. То есть, в каком-то смысле развод это маленькая смерть, точнее самоубийство. Знаете, когда человек совершает самоубийство, он становится привидением какое-то время. это тот же самый принцип. Поэтому, если человек решил развестись в Кальюгу, теоретически это допустимо, просто в ведической социализации это было невозможно, но в Кальюгу это допустимо. Но эффект тот же самый. То есть, общество его дисквалифицирует, и он не может занимать руководящих должностей каких-то, еще что-то на какое-то время, по крайней мере. Может быть, на несколько лет. Лидер – это тот, кто обладает абсолютной позицией. То есть, ему досталась жена или муж. Это тот человек, с которым ты должен пройти по жизни. Это означает быть лидером. То есть, быть в ученической позиции. В ученической позиции абсолютно. Ты не можешь оставить своего человека, потому что это твой, ну как, это тот, кто тебя учит, это твой гуру. Как ты можешь оставить своего гуру? Так думает ученик. Ученик думает, я не могу оставить своего гуру. Каким бы гуру, они будут. Гуру означает тяжелый. То есть, какая бы ни была степень тяжести, я не могу оставить своего гуру. Так думает ученик. Такой человек может быть руководителем. Если он решил развестись, это означает, что он не является руководителем больше. Правда такова. Ну, такие ситуации возможны, когда просто человек, понимаете, позиция ученическая, абсолютная, это правильная позиция, но ее же нельзя имитировать. То есть, если ты не справляешься, ну реально, то есть, перед тобой такие ставятся проблемы этим самым гуру, он же не обязательно истинный. Такие проблемы ставятся, что ты не можешь их решить. В принципе, ты не справляешься, знания твоего не хватает, реализации не хватает. Тогда, ну это возможно. Но люди же совершают самоубийство, например, в некоторых ситуациях. Совершают. Просто душа не справляется. Но, опять, это делает человека все равно изгоем. Но какое-то время он становится привидением. То есть, он нечист. В этой же ситуации, когда лидер возводится, это может дать какой-то резонанс общественного. То есть, они могут не понимать. То есть, когда они только пришли в движение сознания Кришны, они… И теористичны. Да, да, да. И это может какое-то, ну не разочарование, но что-то такое выжать. Не может быть. Или закрыто может быть. Но как это избежать? Чтобы это не повлияло, но он будет предано. Чтобы избежать этого, нужно проповедовать в обществе преданных не идеалистическую философию, а реалистическую философию бактики. Что преданные – это не какие-то там выдуманные существа, такие эфирные, которых в реальности не существуют. Преданные – это реальные люди. Со своими программами очищения, со своими ограничениями в исполнении этой программы и так далее. Человек может дойти до своего предела. И тогда он падает, его нужно подняться и идти дальше. И это нормально. То есть, это никак человека не дисквалифицирует. Но когда мы начинаем все выдумывать, все идеализировать, тогда человек не может позволить себе отступить. И он начинает играть какую-то роль в глазах других. Понимаете? И у него накапливается вот это внутреннее бремя отчаяния какого-то, собственной какой-то опустошенности. То есть, человек занимает какое-то высокое положение, но он уже давно сгорел. И вот такой человек, он может совершить все, что угодно. Он может так упасть, что всем мало не покажется. Понимаете? Поэтому, если в обществе преданных есть реалистическая философия, тогда, если преданный какой-то отошел, отступил, то остальные преданные его как бы понимают, они ему помогают, они, ну, как бы, проповедуют ему, говорят какие-то вещи. Человек понимает. Даже если ему говорят что-то там неприятное, его не отвергают. Он по-прежнему свой. Тогда человек может прогрессировать. А если мы хотим, чтобы преданный был идеален, чтобы он был биг-биг лидером, чтобы там, как говорится, комар носа не подточил, то тем самым мы подталкиваем человека к настоящему падению. Как, например, было в примере с, я не знаю, вы, наверное, многие не знают примеры, допустим, с Карикеши Махададжи, да, наиболее известного скоро. То есть падение было такое, что всем мало не показалось. 98-й год. Но что этому предшествовало? Этому предшествовало упорное нежелание учеников видеть своего учителя реальной личностью. Они хотели, чтобы он был как Пархупада. Но он не был Пархупадой. Никогда. То есть позиция твоего старшего в этом положении, да, если на тебя могут возложить какие-то, да, полномочия в силу того, что, ну, ты не говоришь, есть понимание, да, какой-то, но оценки неправильные, я себе тоже могу давать, например, я не готова быть. Разумеется. Конечно. Если то, что говорит учитель для ученика неприемлемо, он должен сказать. Дорогой Махараш или дорогой, там, старший, там, Пархуп. Вы знаете, я с почтением отношусь к вашему доверию. Ну, то есть я очень благодарен. Но я не считаю себя квалифицированным для этого. И обсудить с ним ситуацию после этого. То есть быть честным? Абсолютно честным. Своим. Да. Если вы видите, что есть какой-то просвет, есть поддержка, вы можете пойти на риск. Вы тогда идете, но у вас есть поддержка. Потому что вы все сказали. Вы сказали. Вы прояснили все. Как Арджон, например. Кришна ему говорит, Арджона, сражайся. А Арджон говорит, я не буду сражаться. У меня не квалифицирован. Кришна же ему не сказал, ну, ты вообще-то. Это же вечный спутник говорит. Это же не просто какой-нибудь бактар. Арджона. Дас. Это говорит Арджона. Вечный спутник Господа говорит, Кришна, я не могу сражаться. У меня слабость. У меня колени дрожат. Кришна говорит, нормально. Сейчас мы все обсудим. Давай. Давай. И вот они обсуждают целый час на виду у всех. Проясняют отношения. Вот так преданы должны вести себя. А не так, что там вот какая-то проблема. Я не хочу об этом говорить своему наставнику, потому что это его разочарует. Это проявление. Это отказ от ученической позиции. Это безответственно. Почему-то в обществе преданных есть такой перекос, что проповедуется именно важность безусловного принятия всего, что тебе говорят. Но проблема заключается в том, что безусловное принятие означает фактически отвержение наставника. Потому что безусловное принятие означает сознательное принятие. А сознательное означает ваша собственная позиция, ваш выбор. Это выбор ученика. Учитель не может за него сделать этот выбор. А с другой стороны, существует страх, но если у нас согласны их слабости, что мы населяем, когда мы планируем. Мы просто над ним станешь изгоем общества или осудят или самостоятельно. Они не помогут в этой ситуации. А просто не могут. Это факт. Есть такая вещь. Это то, с чем приходится нам иметь дело. Причем приходится работать. Потому что это означает, что мы не уверены в том, что наш гуру является учеником сам. Что он как бы способен будет воспринять или общество. Что в обществе есть момент такого уважения, да? личности и так далее. Это как раз то, с чем можно разбираться. Когда этот страх есть, он свидетельствует о том, что мы еще не достигли освобождения. это просто. Причем просто говоря. Потому что у вас освобожденного души нет страха. А в обусловленной душе есть страх. И этот страх и он связан с обществом. Почему мы говорим об условленном? Что значит слово обусловленном? Этимологическое. Оно зависит от условий, от общества. Да? Если душа обусловлена, у него всегда будет страх перед тем, что скажут люди, что скажет общество, что скажет гуру. И освобождение означает, что мы именно служим гуру. Для того, чтобы служить ему, нужно все прояснить. И вот Баба Магита является ничемным, как прояснением. Вот. Горячий вопрос. А вот старшие преданные спустя какое-то время, когда уже начинают вести там группы духовного общения, заняты служением, возникает такая опасность, что, может это и не опасность, что они не получают вот именно санги равных, совместное общение. И то есть как бы есть вот такое довольно шаткое положение, да? То есть нет общения с равными, нет открытия вот этого, потому что все равно с младшими не всегда все там расскажешь, и всем поделишься. То есть вот этот момент все-таки он значительный, да, в духовной жизни. Может и от индивидуальной личности. Он не просто значительный, он как бы основополагающий. Потому что санга равных означает, что мы признаем, что все независимо от нашего положения, да, являются слугами. Все находятся в ученической позиции. Это означает, что все равны. Я об этом уже, ну, то есть мы это обсуждаем. И из этого равенства возникает уже различие на старших, и младших, и равных, да? Что те, кто в служении более опытные, они для нас старшие. Те, кто в служении менее опытные, ну, обусловленные, да, еще, какими-то гунами и так далее, находятся в слабостях какой-то. Они для нас младшие. Мы им помогаем. Вот. Но основа – это вот именно равные отношения ко всем. Это как раз то, что Кришна проповедует в Бхагавадгите Арджуне. Вот. Если этого равенства нет, то тогда отношения со старшими, с младшими, они становятся материальными. Это не духовные отношения. Почему слово «равенство» редко употребляется в Ишнаской культуре? Интересная вещь, что когда обусловленная душа слышит слово «равное», то какой возникает стереотипный рефлекс на этом? То есть как мы относимся к равным? Мы понебрасываем с равным. То есть равенство означает пренебрежение. Вот в чем проблема. Поэтому слово «равенство» используется редко. А на самом деле равенство означает, что мы, что ты душа и я душа. Равенство означает взаимное уважение. Вот что такое равенство. Вот в этом смысле слово «равенство» мы должны использовать. Поэтому без равенства почтение – это проявление зависти. То есть без уважения почтение – проявление зависти. То есть если мы не видим в учителя ученика, слуху почтения, ему будет проявление комплекса неполноценности, просто зависти. Как в этом примере я приводил с Шой Паупада, который Вернец Духовный Учитель рассказывал, что я когда пришел в Паупаде, чтобы прославить его, он лежал в постели, он был очень сильно болен. Я прославил Шой Паупада, он, глядя мне в глаза, сказал «Ты мне завидуешь». Что Вы можете посоветовать человеку, который только пытается встать на путь ученика, то есть от состояния такого полностью с отчужденным сознанием, он пытается начать ученичество. И вот на что ему нужно больше всего обращать внимание в этой порте, то есть пока не будет какое-то стабильное состояние в этом движении? Нужно задавать вопросы старшим. Адвитхи пронепательные пари прошли на севая, это азы. То есть нужно задавать вопросы, потому что когда мы задаем вопросы, мы получаем понимание, которое формирует у нас ученическую позицию, сознательную позицию. Благодаря нашим вопросам это происходит. То есть если мы не задаем вопросов, то мы служим просто под влиянием социальных условий. Но когда мы задаем вопросы, мы формируем свои собственные отношения к тому, что мы делаем. Поэтому задавать вопросы – это величайшее сокровище человека, способное задавать вопросы. А если состояние настолько тупое, что даже как бы вопросов не возникает? Или если так много возникает, что такое вакуум, то я не знаю, с кем он притягивает? Да не может быть такое. Вот это что. То есть это состояние вот этого стола, да? Вот такое. Ну не то что, ну как бы кажется, вроде бы и так все ясно, но что еще здесь спрашивают? Вроде бы и так все ясно, но слова нет никакого понимания. Вроде так живу, вроде бы и нормально. Тогда вариант только один – это милость ващнава. То есть ващнав должен заинтересоваться в вашем благотворенном состоянии и задавать вопросы вам. То есть если Магомед не идет в горе, то гора идет в Магомед или наоборот, неважно. Суть в том, что сознание пробуждается тогда, когда люди задают вопросы и отвечают на них. Тогда пробуждается сознание. Поэтому если сам человек не задает вопрос, то старший может надоесть этой ситуации, он может сам начать задавать вопросы. И тогда начинается прогресс. Но это уже то, что не в вашей компетенции. Поэтому мы задали вопрос, что в вашей компетенции. Я ответил на него. Но если этот ответ не подходит, тогда вопрос о вашей компетенции отпадает в принципе. Тоже не вашей компетенции. Тоже компетенции других. Правильно ли я понимаю, что настоящая духовная дружба, она все равно предполагает предварительную платформу шанты. То есть удовлетворенность. То есть пока человек не достигнет, опять же, свободы от претензий, он не может рассчитывать на духовную дружбу. Его дружба все равно будет более-менее материалистична. Так ли это? Да, я думаю, что на сегодня вечером нужно будет плотно об этом поговорить. Потому что я часто вижу, как предные, услышав эти сладкие речи о сатсанге, они как бы снова наступают на эти грабли сатсанги, так называемые. То есть он собирается вместе и пытается друг с другом установить дружбу. И заканчивать это плачевно. Потому что они, как бы каждый, даже не понимая этого на каком-то бессознательном уровне, он думает, что дружить должны с ними. И с этим ничего нельзя поделать до тех пор, пока человек не поймет, что причина всего находится в его собственной позиции, в его собственном внутреннем статусе. То есть до тех пор, пока человек не поймет, что он не нуждается ни в какой дружбе для того, чтобы дружить, он не сможет быть как бы творцом этой атмосферы. Это невозможно. Поэтому Кришна в Бхагавадгите, в этом знаменитом стихе, который мы сегодня будем обсуждать еще немножко вечером, из четверг шлоки Мачита Мадгата Апрана, который я цитировал, он говорит, что вот эта способность, как бы, вступать в санку, вот Хаэнгар Параспаран и Тушянтича Романтича, да, которая является основой духовного разума, эта способность, она реализуется не просто преданными, а особой категории преданными, о котором говорится в первой части шлока. Мачита Мадгата Апрана. Что это означает? Мачита означает сознание Кришны в общем смысле этого слова, а Мадгата Апрана означает, что это преданные, которые посвятили себя делу Господа, то есть это посвятившие себя душам, вот они способны вступать в такие отношения. Вот, поэтому без этого, без этого, без этой позиции санка, она не работает, она просто превращается в очередное разочарование. Спирит не собирается, но никакого Тушянтича Романтича не светит. Я с вами Махараши сейчас давал лекцию в Москве позавчера, что он там сказал, что как раз духовные отношения это всегда любовный треугольник, что там всегда есть Кришна. Хотя в материальном мире любовный треугольник не поощряется, но в духовной дружбе или любви это всегда треугольник. Если треугольника нет, то мы не забываем, что Кришна наш партнер и мой, и твой, и мы просто остаемся наедине друг с другом, то мы не знаем, что будет делать по-настоящему. Ну, треугольник – это самбанха, самбанха, да, в курсе бакта-программа – это треугольник. Там есть Кришна, живо и природа, да, это и есть схема отношений. То есть мы видим человека, мы видим природу, мы же видим внешнее, а кто-то увидит этот живо. Но когда она видит природу без Кришны, она видит объект своего чувства наслаждения. Когда появляется Кришна, она видит духовную природу, то есть появляется йога-майя. Это и есть треугольник самбанха. Мы при этом можем изучать эту философию с практической точки зрения, как это работает в жизни. А не просто изучать ее академическим образом, как просто отвлеченное знание. У нас какой запас? У нас закачивается. Сейчас, где-то около часа мы идем. Сейчас полденадцатого уже. Двадцать и двадцать. Замечательно. Да. Продолжение следует... 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 но у меня была такая позиция, что Кришна же все знает, Он сам позаботится, то есть Он устроил эту ситуацию, Он разрулит, Он провоцирует нас, но в конце концов Он все решит. И когда я проснулся в этот день, 28 декабря, у меня с утра пелась одна в уме песня на немецком языке, я ее со школы помню, скажи мне на чьей-то стороне, скажи мне, с кем ты? Ты не можешь быть с ними или со мной. И эта песня просто не могла от меня отликнуть. Я понял, что Кришна хочет, чтобы я выразил свое отношение, чтобы я подписал петицию. Просто это было очень таким откровением, что прояви свою позицию. Мне интересно, что ты хочешь. Не важно, что я сарва-веси всемогущий. А что ты-то хочешь? И вот это, то, что вы говорите, оно объясняет саму суть процесса, потому что процесс начался из-за того, что людям не понравилось, что Пабхупада конкретно говорит о том, что у Бога есть предпочтение. Бог персона, и Он говорит, эти люди асуры. И это не нравится, что есть вот такое священное писание, в котором Бог занимает пристрастную позицию. Но быть персоной означает быть пристрастным. То есть Кришне что-то нравится, что-то не нравится. Это не то, что Он такой всепроникающий, такой брахман, который всех благословляет. Ты занимаешься ерундой? Хорошо. Критарство. Ты занимаешься сознанием Кришны? Хорошо. Критарство. Нет. Кришна говорит, это ерунда, то, что ты делаешь. Он говорит, Арджун. Арджун, ты в мае. И это вот Кришна. То есть, поэтому иметь желание и обращаться к Господу с каким-то желанием, это нормально, потому что это означает именно обращаться к Кришне. Но эти желания, они, нужно смотреть, что это, ну как бы желание, должно быть связано с предностью, а не просто, чтобы Кришна что-то сделал для нас. Что-то, да, да. Как раз хотел сказать, что не все предоучаствуют. Не, Юлия Завинова. Я хотела поточнить, прояснить для себя свои ошибки. Вы говорили о том, что тонкая мотивация, да, неправильная у ученика, да, позиционируется внутри, да, и ожидает одобрения, да, за свое служение. И по отношению к объекту служения, он мотивирует, как служение Гаи, Господина, да, забывая о том, что он тоже является слугой, либо он забывает о том, что он служит общему делу, да, общему служению. И вот эта вот тонкая неправильная мотивация, да, приводит к тому, что он загнивается с завистью, да, и таким образом отсекается от источника, и в связи с этим он теряет правильные инвентиры, да, ну и в итоге он становится привлекательным для подмены, да, как и национальности. И в результате такого освежения накапливается разочарование. И человек падает в колодец материального сочетования. Сгорает энтузиазм. А если сохранилась память, да, ну вот как бы сил не осталось, но сохранилась память, что другого пути нет, и нужно просто продолжать. И как бы вот периодически, да, такая деятельность, что ты, ну, даешь себе паузу, накапливаешь силы, вспыхиваешь, сгораешь, как спичка, в силу того, что у тебя вот эта подсознательность, стереотипы, мотивация, да, но ты не настолько разумен, чтобы отследить это внутри себя. И как бы вот живешь по этой схеме. Вспыхнул, сгорел, упал, вспыхнул, сгорел, упал. А как вот выйти из этого? Ну, понятно, что нужно общаться, задавать вопросы на себя, как-то ответить. А ответить-то тот же самый. То есть человек может выйти, преданный может выйти из этого состояния только по милости преданных, садху, которые, видя активную душу, которые стремятся к чему-то, но находятся в обманутом состоянии, каком-то, ну, сбит с толком, да. Преданный просто, ну, проявляет сострадание, старается объяснить эти вещи, ну, то есть дать душе возможность гореть своим собственным огнем. Как это, например, я его часто провожу, я часто этот пример привожу, потому что он мне запал, так сказать, вот, в душу. Я приводил пример, как разжигал огонь в деревне. Я помню, на одном, на, может быть, на фестивале каком-то. То есть, я разжигал огонь в деревенской печке. Там были дрова, и они были сырыми. Я разжигал его, с помощью зажигалки, ну, дрова не загорались. Ну, я подкладывал бумагу, и все равно бумага сгорала, а дрова не бесполезны. И я рядом увидел баллон с газом. Я зажег газ, вот этот самый, ну, из трубы идет газ, я включил, значит, выкрутил этот самый кран, газ идет, я его поджигаю, идет такая струя огня на дрова. Я, значит, я смотрю, дрова горят. Все хорошо, я выключаю баллон с газом. Проходит 2-3 секунды, дрова гаснут. Думаю, интересно, горели же люди. Снова зажигаю газ, открываю, зажигаю газ. Направляю на дрову, дрова горят. Ну, реально, так горят. Выключаю газ, проходит 2 секунды, дрова гаснут. Ну, что такое вообще? Ну, я же видел, что пламя в дровах, ну, как бы, идет огонь. Я зажигаю третий раз. Направляю струю газа, горящего на дрова. Вижу, горят, но я уже не поддаюсь на эту провокацию. Я начинаю внимательно изучать огонь. И я смотрю и замечаю, что у одного полена появилось какое-то другое пламя, отличающееся от этого. Оно другого немножко цвета и по-другому, как бы, устроено. Я тогда понимаю, вот он-то огонек, самого полена огонек. Тогда я уже спокойно выключаю газ, понимая, что вот да. И как-то действительно подтверждается. Все остальные полены погасли, но одно полено занялось. И оно горит своим пламенем. И постепенно оно зажигает все остальные, да? То есть вот такой процесс. Поэтому, настоящий наставник, он как бы, он, конечно, у него из харизмы, всегда преданные, они такие, все такие огнетки, они думают, что это их собственное пламя. То есть есть лидеры какой-то, как прахупада, там, или преданные такие, у которых есть этот огонь, асанкир, они горят своим собственным огнем внутри. А остальные тоже горят. И все думают, что это их пламя. Они понимают, что это пламя, как бы оно, да, это из баллона. Вот. И лидер, тот, который является источником пламени, он сам не должен быть с толку, он должен понимать, что это его, энергия идет через него. Но его цель заключается в том, чтобы среди тех, кто является, ну, как бы, кто находится в его санге, чтобы появилось их собственное пламя. В этом заключается его цель. То есть он не удовлетворяется тем, что они просто горят, он должен добиться того момента, чтобы они загорелись сами. И это очень серьезная вещь. К сожалению, мы видим это редко. В основном мы удовлетворяемся тем, что все что-то делают. Но смысл лидерства заключается не в том, чтобы все что-то делали, а смысл заключается в том, чтобы у человека появилось свое собственное. Пусть даже небольшое, но это его пламя. И не нужно требовать от человека служения больше, чем способно переварить его собственное пламя. Потому что если вы занялся какой-то небольшой огонек, и вы набросаете туда, так сказать, дров, оно просто погаснет. Понимаете? Поэтому служение, когда человек получает предное служение, то это предное служение должно способствовать разгоранию его пламени. Его пламени. В этом смысл духовного руководства. Поэтому ответ на ваши вопросы, наверное, в этой сфере находится. Я привел на меня к аллегорию для медитации. То есть ответы должны получить сами. Потому что готовые ответы, они не пробуждают собственного видения зачастую. Ирина, часто говорят преданы о тем, чтобы делиться реализацией. И вот в каком состоянии души нужно давать эти реализации равным с собой, с кем ты пришел, чтобы не вводить их в очень негативное состояние. То есть сколько раз я пыталась по-всёкому, это был негатив. То есть люди впадали в зависть, у меня получалось неприятности, и все оказались неудобно в своем. Хотя была потребность просто поделиться, воодушевить. Вот в чем моя причина. Я поняла, что я, потому что это было не с одним из двумя людей. Да. Это было моим. Вы знаете, в принципе, в отношении вот этих, с тех, как мы читаем равными, вообще со всеми людьми. Вот этот принцип, о котором группа Гослами говорит, да-да-те-прати-люзна-ти-кухья-мах-я-ти-причхати-ли. Кухья-мах-я-ти-причхати-ли. Это означает, что прежде чем делиться с кем-то, то есть говорить другому человеку, что то, что для вас важно, Вы должны сначала поинтересоваться тем, что человек сам может вам сказать То есть поинтересоваться его пониманием, его реализацией То есть мы должны спрашивать людей, вопрошать их И когда люди делятся с нами, видя наш реальный неподдельный интерес к их внутреннему миру Когда люди делятся тем, что для них важно Они становятся способными и начинают востребовать нашу собственную реализацию, наше собственное понимание Это естественно для души Проблема заключается в том, что мы хотим человеку изменить Мы хотим ему что-то там такое сказать, чтобы он стал другой Это вызывает естественную у души защитную реакцию Потому что это вмешательство во внутренний мир другого человека Это недопустимо Поэтому основа любой проповеди, основа любых духовных отношений заключается Не в том, что мы пытаемся переделать человека, изменить его под собственные представления А это интерес к его собственному мировоззрению, к его собственному пониманию В этом суть, с которой нужно разбираться Люди очень редко задают друг другу вопросы Это психологи, конечно, заметили Но это вопрос не психологии, а вопрос нашей духовной ущербности Мы в основном склонны к тому, чтобы сами что-то говорить Но говорить должен тот, кто услышал вопрос Я квалифицирован говорить только в том случае, если я услышал ваш вопрос Если я не услышал, то это просто, так сказать, информационное насилие Оно приводит к отчуждению всегда Все-таки мы часто говорим равный, старший, младший А у нас есть вообще эта квалификация, имеем ли мы вообще право Я лично про себя Говорить, что вот этот мне равный, а этот младший меня Старших я вижу, для меня практически все старшие А вот этот вот средний уровень и младший Могу ли я вообще на себя брать такую ответственность, определять? Как это определять, если я могу? Зачем это определять? Мы же не говорили бы о определении Мы говорили о том, что это естественно Есть люди, которые требуют с вашей стороны какой-то заботы Есть люди, которые превосходят вас в опыте Это естественно И это не надо разделять Или определять У нас очень интересная вот эта вот вещь Она связана, просто пример Почему мы до сих пор с Варнашем и проблемами в обществе, да? Вредных Потому что мы воспринимаем Варнашем как разделение Вот это Браман, вот это Кшатри, вот это Шудра, да? Это Твайси Но Варнашема это не разделение Варнашема это объединение Это, ну, объединение людей Каждый из которых обладает определенными талантами и качествами Когда мы смотрим на Варнашема с точки зрения разделения Это пробуждает энергию зависти Энергию как бы вот этого эго Потому что кто хочет быть Шудрой? Есть желающие? Попасть в категорию Шудрой? Нету, да? Может найдется? Все хотят быть браманами, ну, кшатриями А Легшила Прабхупада всех нас Ласку он называет Шудрами И что тут такое? Ну, потому что так оно и есть Смысл именно в том, что не надо людей разделять по признаку Понимаете? Вот у нас разделение просто, они просто убивают Разделение по половому признаку Мужчины, женщины И мы начинаем говорить, вот Матаджи там Матаджи, вот эти Прабху То есть мы просто усилили интересную концепцию До сознания Гришна мы относились к женщинам как к людям Или женщины относились к мужчинам как к людям А теперь женщины относятся к мужчинам как к мужчинам А мужчины относятся к женщинам как к женщинам Что это как интересная концепция? Стоит нам только разделить Сразу появляются телесные концепции Или это же самое варнашево Были люди как люди, сотрудничали между собой Кто-то как учитель, кто-то как дворник Все друг друга уважали Потому что каждый делает свою работу Но вот начинаем разделять О, так это оказывается брама А я-то оказывается шудры Понимаете, что происходит? То есть мы просто подменяем Духовное знание чем-то другим Мы подменяем, почему? Потому что у нас Концепция, вот эта вот материстическая концепция Не слуга, а господин То есть каждый пытается с точки зрения господин То есть господин означает разделение То есть это как бы менталитет господства Кто-то выше, кто-то меньше, кто-то там Ну и так далее Поэтому настоящие вещи Они происходят тогда, когда есть уважение Тогда и возникает соединение, а не разделение Вот если вы уважаете преданное То тогда будет естественно младшее Естественно равное Естественно старшее Это будет очень приятно для Кришны Я обещал последний, к сожалению, вопрос До вечера До вечера, вечера мы еще увидимся Спасибо вам огромное Спасибо вам огромное